Итак, давайте Евангелие от Марка, пятая глава, мы будем с вами внимательно читать, размышляя над Божьим Словом. Пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую. И когда вышел Иисус из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать Его даже цепями, потому что многократно был Он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить Его. Всегда ночью и днем в городах и, простите, всегда ночью и днем в горах и гробах кричал Он и бился о камни. Вот посмотрите ситуацию. Человек где живет? На кладбище. Он живет в среде мертвых. При всем при этом мы чувствуем, что, ну мы видим, что он чувствует себя в принципе неплохо, потому что если человек живет в гробах, если человек живет на кладбище, если человек живет в среде мертвых, значит он чувствует там себя в принципе неплохо. Вот кто бы из нас бы хотел иметь, купить землю посреди черлакского кладбища, построить там дом и жить? Конечно же ни у кого такого желания никогда и не возникнет, ну по крайней мере в нашей стране. Но мы видим, что у этой ситуации есть духовная подоплека. Нормальный человек никогда не станет жить среди мертвых. Мы видим, что этот человек имел проблему. Видимо, видимо, часть этой проблемы выглядела так, что он кричал по ночам. Не знаю, слышите ли вы такое. У меня вот в сообщаге, я живу здесь неподалеку, и мы спим с открытыми окнами. И я очень часто ночью слышу, как в сообщаге доносятся вот такие странные крики. Ор даже какой-то. Ну это же не Женя Гиз кричит, я же так вот, он тоже живет здесь. То есть это другие какие-то люди там. Но тем не менее мы видим, мы видим некоторые признаки. То есть человек жил в гробах, он жил среди мертвых. По ночам он кричал и наводил ужас на людей. То есть люди, видя его, то есть что-то было с ним такое, что ужас какой-то. Но вот мы видим, что у него была такая вещь, что он раздетый мог ходить по улице, голый. Люди как-то пытались помочь ему, сожалели, видели. Кто-то, ну, имел переживания за него. И они пытались, что они делали? Они приковывали его цепями. Но мы видим с вами, никакая реабилитация не помогала ему, никакой детокс. И вот, он вырывался из этих цепей и продолжал жить этой жизнью. И здесь, в этом тексте мы видим, внешне это выглядело так, но духовная подоплека этому была то, что этот человек был бесноватый. Он был даже не то, что бесноватый, а держимый. Этот человек был не в своей власти. Нечистые духи овладели им. И он не мог делать то, что он хотел. Он уже делал то, к чему его приводили. Делал то, что заставляли его делать. Внутренне, возможно, где-то проскакивало такое, что как надоела мне эта жизнь, как я устал от всего этого. Мне хочется жить по-другому. Но он ничего не мог сделать. То есть, эти нечистые духи, эти бесы, они овладевали им и они управляли им. Библия говорит, что он многократно был скован цепями, оковами. То есть, это было на протяжении долгого времени. Можно себе представить людей, живущих рядом. Возможно, это был чей-то сын. Возможно, чей-то муж. Возможно, это был, ну, когда-то был быкновенный парень, с которым в детстве они играли вместе. И потом с ним такое произошло. То есть, это не был далекий той местности человек. Он был где-то близок, он был где-то рядом к людям. Они переживали за него. Никакой помощи они не могли оказать ему. Библия говорит, шестой стих. Давайте мы посмотрим. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. В этом человеке борются такие две сущности. Одна сущность падает и кланяется у ног Христа. А вторая сущность говорит, что тебе до меня надо? Не мучь меня, отойди от меня. Две сущности. Сущность, которая хочет поклониться Богу и сущность, которая хочет прогнать Иисуса Христа. Мы видим в этой истории, Христос останавливается и он начинает иметь общение с этим человеком. Посмотрите, Иисус сказал ему, выйдет дух нечистый из сего человека. И спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. Мы видим, что этот человек, он даже не мог сам разговаривать. То есть бесы и демоны, которые были в нем, которые обладали им, они говорили даже через его уста. Он спрашивает, как тебе имя? Отвечает, легион. Нас здесь много. Ну, в то время римский легион насчитывал порядка от двух тысяч до десяти тысяч человек. То есть были разные легионы. От двух тысяч легион был до, примерно до десяти тысяч. Можете себе представить, этот человек был одержимым, не одним, не двумя бесами, не тремя, а целым легионом. Что происходило внутри? Неудивительно, что он жил среди мертвых. Неудивительно, что он обладал действительно нечеловеческой силой и мог разрывать цепи и разрывать оковы. Неудивительно. Но мы видим в этой истории, что Христос, он изгоняет этих бесов из этого человека. Но я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание немножко на другую вещь, чтобы мы посмотрели. Посмотрите. Десятый стих. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Посмотрите, это важно понять. Первое. Христос имеет власть. Для него не важно, в какой степени одержимый человек. Две тысячи в нем бесов или десять. Мы видим это четко и ясно. Христос обладает властью, и он может освободить человека от демонической зависимости. Он имеет эту власть. Бесы не могут удержаться там, куда приходит Христос. Поэтому мы очень часто говорим и призываем церкви, впустите Иисуса Христа в свою жизнь. Впустите Иисуса Христа в свое сердце. Впустите Иисуса Христа в свой дом. Он наведет там порядок. Как много сегодня людей живет в царстве мертвых. Живут посреди мертвых. Я не говорю сейчас о кладбище. Я говорю о том месте или о том внутреннем состоянии, в котором человек находится. Они ничего не могут сделать. Ходят по замкнутому кругу многократно, многократно. Некоторые даже и не понимают о том, что они прикованы. Они связаны. Как много людей сегодня кончают жизнь самоубийством. Бросаются с этой крутизны моря, как эти свиньи. Но мы должны помнить и знать, даже тогда, когда проповедуем Евангелие, что для Иисуса Христа, для Него не важно, нет, не имеет значения, сколько человек одержим бесами. Христос изгоняет бесов. Он победил смерть, и Он победил дьявола. Слава Иисусу! И нам тоже нечего бояться, если Христос в нас. Он сильнее того, кто в мире. Если мы пустили Христа в нашу жизнь, дьявол не имеет ничего в этой жизни. Если мы пустили Христа в наши дома, дьявол не имеет ничего в наших домах. Слава Иисусу за эту чудесную победу, которую Бог даровал нам через Свою смерть. Итак, посмотрите, что делают эти бесы. Они чувствуют, что им приходит конец, что им придется оставить человека. Вы знаете, тоже очень важная вещь, которую мы должны понимать. Бог ищет человека, чтобы использовать его, чтобы употребить для своей цели, для своего доброго дела. Дьявол тоже ищет человека, чтобы употребить для своих злых дел. Он находит человека, который открывает свое сердце, открывает свою душу, поселяется там в человеке и воплощает свои бесовские замыслы в этой жизни. Вот почему мы видим так много сегодня зла. Вот почему мы видим сегодня так много извращений и ужасов, убийств. Он воплощает свои замыслы через людей. здесь написано, что они просят его, не высылай нас из этой страны. Бесы тоже умеют молиться, они тоже просят. Не высылай нас из этой страны. Библия говорит, что там послось стадо свиней. Она также говорит, что около двух тысяч голов свиней. Хочу обратить ваше внимание, что это не было еврейское поселение, потому что евреи, они не ели свинину, они не выращивали свинии. Это было языческое поселение. Послось стадо свиней, две тысячи голов. И вдруг бесы, находящиеся в этом человеке, они просят Иисуса, чтобы Он послал их в свиней, чтобы им войти в них. То есть они находятся в человеке, Христос приблизился к человеку, они чувствуют, что вот-вот бесы должны оставить этого человека, и они просят Христа, чтобы Он послал их в свиней. То есть они хотят выйти из человека и войти в свиней. И что делает Христос? Он позволяет им. Посмотрите, Он позволяет им. Это тоже очень важно. Бесы, они настолько бессильны от Божьего присутствия. Они не только выходят из человека, они даже не могут войти без Божьего позволения. Это ту власть, которую имеет Христос, живущий в нам. Вот почему нам нужно держаться за Него и не давать место дьяволу. В Нем мы имеем защиту. Если Он в нас, а мы в Нем, мы имеем защиту от зла, мы имеем защиту от бесов и демонов, мы имеем защиту от всякого рода проклятия и воздействия. Слава Иисусу! Посмотрите, Христос позволяет им войти в стадо свиней. 13 стих говорит, что нечистые духи, выйдя из человека, вошли в свиней. И посмотрите, что произошло как результат. И устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. То есть произошло сразу какое-то действие. Вдруг бесы, простите, свиньи взбесились, и это стадо, две тысячи голов, устремилось с крутизны в море, и все стадо утонуло. То есть такой массовый свиной суицид. Я помню, когда я только уверовал, я так горел Христом очень сильно, и так молился за всех людей, кого встречал на улице, своих знакомых. И я помню, как-то на улице, это была, наверное, уже поздняя зима, может быть, начало весны, вечером мы снимали квартиру на Гашика. Я помню, на улице встретил одного парня, он прогуливался со своей собакой. Никогда, наверное, не забуду этот случай, он будет всегда в моей памяти. И я говорил ему о Христе, и он внимательно слушал меня, курил сигареты, немножко так был раздражен, но все равно слушал. И потом я помню, я предложил ему, говорю, слушай, давай, если хочешь, давай мы помолимся, ну, я попросим, чтобы Христос вошел в твою жизнь. И вы знаете, он согласился. Но так как мы были на улице, люди ходили, он собака, я предложил ему, давай зайдем в подъезд, в подъезде помолимся. И помните, еще когда домофонов не было, вот кто помнит, то люди ставили такие большие железные двери, речные ключи, еще в этих подъездных дверях. Мы зашли в подъезд, это был его подъезд. Рядом стоит он, рядом его собака, небольшая такая собачка. И мы начали молиться. Вот как мог я молился, просил, чтобы Бог вошел в его жизнь, в его сердце, он что-то говорил. И вдруг произошло такое действие. Собака, вот эта маленькая собачка, с неимоверной силой вырвалась из подошейника. То есть не просто вырвала ошейник, она разорвала крепление между ошейником и поводком. Неимоверной силой на бегу она головой открыла эту железную дверь, то есть вынесла ее. Мы побежали за этой собакой, выбежали на улицу, и я видел собственными глазами эта собака выбежала на проезжую часть и бросилась под машину. Я сразу вспомнил эту историю. Бесы вышли из человека, вошли в свиней, и свиньи бросились в крутизны моря. У меня дрожь по спине, холодный пот. Но в тот день я понял, какой силой обладает мой Иисус. Какой могущественной силой Он обладает. Я понял, что значит, когда идите и проповедуйте, и бесов изгоняйте. Я понял, что Бог дает нам, верующим людям, тоже силу. Если Христос живет в нас, мы тоже имеем эту силу. И если мы позволяем Христу действовать через нас, бесы будут уходить. Но я все равно сегодня хочу немножко другую мысль дать. Посмотрите, реальное чудо. Этот человек так долго мучил все округу. Все знали про него. Он наводил ужас. Бегал голый. Никто не мог ничего с ним сделать. И вдруг этот человек получает полное исцеление. Он становится нормальным. Посмотрите. Пятнадцатый стих. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме и устрашились. Посмотрите, чудо. Реальное чудо. Это реальное чудо. Это большое свидетельство. И теперь посмотрите дальше, какая реакция была у людей. Видевшие, то есть свидетели, очевидцы, а это, скорее всего, были пастухи, которые пасли свиней. Они же видели эту картину. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И люди начали просить Его, Иисуса, чтобы отошел от пределов их. Посмотрите, друзья мои, это так в начале уму непостижимо. В вашем городе живет человек, который уже все нервы вам вытрепал, который наводит ужас на ваших детей, проходу вам не дает, живет в гробах. И вдруг этот человек, вы видите собственными глазами, слышите свидетельства, что он одет, сидит, в здравом уме, нормально размышляет. Нормальный человек, произошло чудо исцеления, и вы, люди, видя это, слыша эти свидетельства, вдруг прогоняете Иисуса. Как-то нелогично. Или нет? Наоборот же ведь надо. Наоборот, позвать Христа в свою проблему. Я не думаю, что это была проблема только у одного человека в этом городе. Возможно, и в их домах, в их семьях было множество таких проблем. И по идее, вот нужно пригласить Христа и сказать, слушай Иисус, приди в мой дом и мне помоги, и мне, и у меня есть проблема. Но они прогоняют Христа. Почему? Ну как вы думаете? Они потеряли две тысячи свиней. Я не поленился. Я решил посчитать, сколько это в деньгах на наше время. Стадо из двух тысяч свиней. Ну представьте, вы живете на районе, и вот две тысячи свиней. Свенокомплекс, свеноферма. Две тысячи свиней. Примерно вот свинья, какой вес у нее, вот в среднем? 140-300 килограмм свинья. Теревенские люди, подскажите мне. Вы не согласны со мной? 100 килограмм. Ты думаешь, у меня вес, как у свиньи, что ж свиньяна. 100 килограмм, да? Ну я зашел сегодня, посмотрел на сайт одного агропредприятия, они описывают, что свинья от 140 до 300 килограмм. Ну я так прикинул, думаю, ну ладно, 200, пускай будет 200. 200 килограмм. Такая свинья, 200 килограмм. Сколько стоит килограмм свинины? 230, сестры. 250. А если живым весом? Там же, они же как погибли, погибли все живым весом, с костями, с головами. 190, да? Живым весом. Вот так свинью можно. То есть получается, если 200 килограмм живым весом, 190, сколько свинья? 38 тысяч одна свинья. Это дороговато, мне кажется. Но я вот на сайте вот этого агрокомплекса прочитал, что они по 50 рублей скупают. живым весом. Он говорит, что вы не можете разделать, мы по 50 рублей у вас купим за килограмм. И я посчитал, что так вот даже грубо говоря, все убрать, все, вот свинья 200 килограммов и 50 рублей за килограмм, это получается свинья, 10 тысяч рублей. А их было 2 тысячи. 2 тысячи свиней умножить на 10 тысяч рублей 20 миллионов. Господи, что ты делаешь? 20 миллионов рублей? Мы этих свиней ростим, ростим, мы в них вкладываем, комбикорм покупаем, мы платим этим свинопасам. Это наша жизнь, это холодец, это мясо на всю зиму, а там же ведь еще и поросята. Это наша жизнь. Господи, что ты сделал? 20 миллионов, ты оставил целый город и близлежащие деревни без мяса. И они говорят, слушай, уходи от нас. Уходи. Мы не хотим, чтобы ты был у нас здесь. Мы не хотим. Теперь вы понимаете, почему дьявол и бесы просили войти в свиней? Бесы делали это намеренно, осознанно. Они знали, кое-что они знали. Они понимали, что жизни этого города и близлежащих деревень в свиньях. И нам нужно сделать все возможное, чтобы люди, они отказались от Христа. Как сделать? Как сделать, чтобы люди отказались от Иисуса? Сейчас Иисус изгонит нас из этого одержимого. Это будет явное чудо. но нам нужно сделать так, чтобы люди отвергли Христа. Что нужно сделать? Давайте мы войдем в свиней и этих свиней всех погубим. И люди, когда они лишатся своего дорогого, любимого, то без чего они как бы кажется, что жить не смогут, они сами от Христа откажутся, они отвергнут Его. Вы понимаете план? Это не было случайно, но я скажу больше, Христос позволил им, может быть, для того, чтобы что-то показать, может быть, для того, чтобы чему-то научить нас, я не знаю, но что делает дьявол? Он прилагает огромные усилия для того, чтобы мы прогнали Христа из нашей жизни. И как Он это делает? Он лишает нас тому, к чему мы привыкли. Лишает нас того, что для нас дорого. Лишает нас Он лишает нас. Мне нравится книга Иова. Это удивительная книга. Каждому человеку обязательно нужно прочитать ее и не один раз. И не только в трудные времена жизни, но и в радостные, хорошие. Этот человек такого не было вообще в истории, в жизни такого не было человека. Не потому, что он был богатый. Он был очень богатый. Очень богатый. Когда читаешь книги ее перечисления того, что он имел, где удаешься. Думаешь, это надо столько имущества. И плюс всем этим нужно еще и управлять. Нужно поставить это так, чтобы все работало. тысячи верблюдов ходили по востоку. Эти фуры с одного места в другое, с одного места их же нужно было содержать. Нужны были наездники, которым платилось, водители платить зарплату. Все это нужно было курировать. И мы видим, что Бог особо благословил этого человека всем. Десять детей, семь парней, три девочки. У каждого из сыновей уже был свой дом. Но Библия отмечает этого человека даже не по тому, что он имел, не по его имению. Библия отмечает и говорит о нем, что этот человек был праведный, богобоязненный, удаляющийся от зла. Этот человек был близок с Богом и Бог его благословил. Но в один день этот человек решился всего. И знаете, не Бог его решил этого, а дьявол. Давайте мы посмотрим, как это произошло. Восьмой стих книга Иова. первая главы. И сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал Сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? Посмотрите, мы видим, мы видим тот же, тот же самый метод. Забери у него его имущество, будет ли он благословлять? Дьявол искушал Господа, и он говорил, знаешь, забери у него его верблюдов, его овец, и он прогонит тебя. Он делает это не за даром. Он такой праведный, потому что ты все ему дал. Но забери у него это, и он прогонит тебя. И то же самое делали бесы в Гадаринской стране. Они понимали, что Христос вышел из лодки. Они знали, что куда приходит Христос, жизнь людей меняется очень сильно. И они знали, что делать. Нужно остановить это. Как? Нужно, чтобы люди прогнали его. Как? Очень просто. Давай, мы лишим их, лишим их свиней. И так и произошло. Свиньи потонули в море, люди начали прогонять Иисуса. Сегодня я подумал, а если Бог позволит и дьявол лишит нас всего того, что Бог дал нам, что мы будем делать? мы будем призывать Иисуса или мы будем прогонять его, отказываться от него? Андрей, если сегодня твоя машина сгорит, что ты будешь делать? Будешь ты так активно, открыто махать руками? Увидим ли мы твое радостное лицо, такое, когда ты свидетельствовал, что Бог чудом дал мне машину? Что мы будем делать, если вдруг Бог позволит дьяволу и он заберет наших свиней? Мы будем уповать на него, продолжать еще крепче, еще сильней или прогонять? Знаете, мой пастор как-то сказал мне, знаешь, когда церковь переживает какие-то трудности, в собрании ты увидишь настоящих верующих? Многие люди разочаруются, когда теряем что-то, мы разочаровываемся почему-то, мы радуемся только тогда, когда Бог благословляет нас, но этот Иов, он был крепкий орешек, дьявол не смог раскусить его, он не смог расколоть его, знаете, этот человек, когда потерял все, все, можешь себе представить, за один день ноль, у тебя больше ничего нет, ноль, и он вышел, и он поклонился Господу, и он сказал эти удивительные слова, неужели мы только доброе будем принимать от Бога, а худого принимать не будем, он говорит, я пришел на эту землю голый, и я нагим, и уйду с этой земли, Бог дал, и Бог взял, я не понимаю, что происходит сейчас, но Бог дал мне все это, и Бог вправе взять, и да, будет имя Господне благословенно, было ли ему тяжело, конечно, когда у тебя умирают твои дети, один за одним, когда они умирают сразу, все, все десять за один раз умерли, это нелегко, и дьявол стоит тут, как тут, и он будет говорить, где твой Бог, через самого близкого человека, жена стояла рядом, она не бодрствовала, и она искушала своего мужа, она говорила, сколько ты можешь быть твердым в своем уповании, похули Бога и умри, но Иов был твердый орешек, он был твердый орешек, что будет с нами, если Бог позволит дьяволу забрать наших свиней, что будет с нами, останемся ли мы верны Богу, и скажем, мы начинаем все сначала, аллилуйя, или мы разочаруемся в церкви, разочаруемся в Боге, что будет с нами, иногда у меня такое впечатление, что мы живем с Богом просто ради благословения, что Он благословляет дела наших рук, Он чудом благословляет нашу жизнь, я никогда не думал, что моя болезнь пошатнется, я очень хорошо играл в футбол, мне это нравилось, я бы сейчас бы с удовольствием побежал, но когда в твоей жизни что-то меняется, и тебя вырезают кости, вставляют туда имплантанты, и ты думаешь, Господи, почему все так? Ты вроде бы все делаешь правильно, ты стараешься, и где-то уповаешь на милость, каешься в чем-то, но жизнь идет как-то так, не так, как ты хочешь, и действительно подкрадывается такая мысль, прогнать Иисуса, что ли, из своей жизни, может быть, перестать служить, может быть, уйти куда-то в тыл, вы знаете, на передовой, конечно, достается больше, чем тем, кто сидит в тылу, просто посещать по воскресеньям собрания, да, и такое искушение приходило ко мне, и говорить, быть пастором очень тяжело, всегда нужно быть на передовой, и, Господи, может быть, мне просто присесть там, где обычно сидят некоторые люди, сидеть рядом с ними, довольствоваться жизнью, да, ты же благословляешь нас, ты же не бросишь меня, не оставишь, ты будешь заботиться обо мне, ты Бог добрый, я это знаю, и так в тылу, может быть, отделываться десятиной приношениями, и это искушение, что будет с нами, если Бог позволит дьяволу забрать наших свиней, у этой истории замечательный конец, вы знаете, когда человек прогоняет Иисуса, Бог никогда не навязывает себя, и мы как, если мы, как евангелисты, мы должны это понять, нельзя навязывать Христа, Бог никогда не навязывает, нельзя женам навязывать Христа мужьям, мужья, женам, своим детям, мы не должны навязывать, Христос никогда не навязывался, Он предлагал, И мы читаем в этой истории, что когда они прогоняли Христа, а когда они просили Его, чтобы Он отошел от их пределов, вы знаете, это было не грубо. Они понимали, что эта личность обладала неимоверной силой. Раз мы не могли сковать этих бесов, Он одним махом изгнал их. Они не были в гневе, они веже просили, написано, знаете, как на Востоке просят, Океа, Океа, пожалуйста, Океа, ну пожалуйста, иди от нас. Мы не хотим тебя, иди, пожалуйста. Да, мы верим тоже, у нас тоже, но мы, Евангелие, все, не надо, не надо. Я вот живу себе спокойно, и все. Так это было. И мы читаем с вами, 18 стих, Иисус вошел в лодку, чтобы уплыть. Если мы прогоняем Христа, неважно как, грубо или нежно, с почтением, Он не будет задерживаться возле нас. Он вышел из лодки, приплыл, чтобы изменить жизнь людей, а они не захотели, и Он возвращается обратно в лодку. И знаете что? Этот бесновавшийся ранее человек, он начинает просить его, быть, я хочу быть с тобой. Вот так написано в 18 стихе. Просил его, я хочу быть с тобой. Братья мои, сестры, я хочу быть с Иисусом. Вот такая должна быть молитва. Я хочу быть с тобой, и неважно, будет у меня что-то или нет. Но я хочу быть с тобой. Мне надоели эти мертвые жилища. Мне надоело это обитание среди мертвых. Скажите, что среди нас нет, кто обитал бы среди мертвых? Где больше, в какой среде больше мы проводим нашу жизнь, наше обитание? С кем нам нравится общаться? Среди живых людей или среди мертвых? Среди рожденных свыше христиан? Или те, которые тянут тебя в погибель? И смотришь на некоторых людей и видишь, что они ничем не отличаются по сути своей от одержимого в Гадаринской стране. Их обитание среди мертвых. Я хочу быть с тобой, Иисус. И что делает Господь? Но Иисус не дозволил ему. Слава Богу! Или нет? Почему? Потому что у Бога, оказывается, был свой план. Вы знаете, что удивительно? Когда люди прогоняют Христа, Он так на них рукой не машет. Он говорит, хорошо. Вы не захотели меня принять. Хорошо. Но у меня есть другой план. У Бога есть план. И если этот план не работает, Он значит другим другом. У Него для этого есть другой план. Он говорит, нет, ты хочешь быть со мной? Нет. Я скажу тебе, что нужно делать. И Он говорит ему 19 стих. Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Аллилуйя! История с этой Гадаринской страной не заканчивается. Этот одержимый стал миссионером. Вышедший из гробов, пошел в свое селение. И там, по поселкам и по городам написано 10 городов. 10 городов Он обходил. И Он свидетельствовал, что сделал с ним Иисус. Аллилуйя! Вы можете не принять Христа из-за того, что вы потеряли свою вьетнамскую свинью. Можете. Но Христос все равно придет к вам. Он зайдет с другой стороны. И Он обязательно постучится в вашу дверь. Потому что Ему не все равно ваша жизнь. Ему не все равно ваше место обитания. Он думает о нас. Он любит нас. Может быть, все уже поставили крест. Но Он нет. Нет, нет, Он поставил свой крест голговский. Но этот крест голговский, Он дает исцеление, Он дает надежду, Он дает воскресение. Иногда нам нужно, чтобы у нас что-то забрали. Чтобы что-то понять. Я никогда не понимал инвалидов, пока сам не стал инвалидом. Ну, как бы я понимал их так со стороны пастора, знаешь, верующих, как бы сострадания, да? Но когда я стал инвалидом, я понял, что значит быть инвалидом, как жить с этой проблемой. И я сегодня благодарю Бога, что это произошло в моей жизни. И может быть, я не могу играть в футбол, как некоторые из братьев здесь. Могу болеть. Могу быть как болельщик. Я не знаю, может быть, ты сегодня проходишь через что-то. Ты чувствуешь, что ты теряешь семью. Может быть, теряешь детей. Может быть, теряешь имущество, деньги, работу. Я не знаю. Здоровье. Вы знаете, когда мы здоровы, мы так хорошо славим Господа. А когда вдруг нам объявляют и говорят, слушай, у тебя там щитовидка, что-то там происходит. Или у тебя там еще какая-то болезнь, ты знаешь, все, настраивайся. Все, у нас, что с нами происходит? И дьявол добивается. Он раскалывает нас, нашу веру. Он добивается. И мы даже сами не понимаем, как мы вежливо прогоняем Христа из нашей жизни, из нашей судьбы. Я желаю всем нам Божьего благословения. Я желаю, чтобы наша вера укреплялась. Чтобы мы читали и смотрели на Иова. Смотрели на Христа. Наша вера была крепкой, как вера Иова. Аминь. Да благословит Господь тебя церковь. Встань на наши ноги, помоли.